Всем привет, с вами Музи Роботов Трансформеров и сегодня у нас на обзор модель Ratchet, а точнее Night Ops Ratchet. Данная модель появилась в 2010 году в серии трансформеров Hunt Forward Decepticon или охота на Decepticon. Модель выполнена в Voyager классе. Она в точности основана на модели Ratchet, разработанную к 2006 году и появившуюся в продаже в 2007 году к серии моделей, связанных с первым фильмом Трансформеры. Но это его переделка в другом цветовом решении. Давайте рассмотрим поближе. Он прикольный. Черный цвет достаточно прикольно идет для трансформеров. Есть даже отдельные персонажи, сразу разработаны в черном цвете. И вот ряд моделей, персонажей, трансформеров, которые маскируются. Это трансформеры с маскировкой. В комплекте он идет вот с таким вот устройством. Как будто это кусачки. Да, вот здесь есть механизм. Сюда нажимаешь так, тын-тын-тынк. Но их можно сложить и, например, присоединить за спиной. Здесь есть специальный для этого порт. На правой же руке есть такой вот топор. Он складной. Его можно вот так вот сложить. Открываем здесь вот специальное. Выводим кисть. Прячем. И закрываем. Все. И вот у нас просто рука. Просто рука трансформера Ratchet. Так, что он может? White piping, по идее, у него должен быть. Но ему зачем-то закрасили глаза. И глаза теперь особо не светят. Возможно, те, кто красил эти глаза, не догадался, что здесь проработано. Но это, можно сказать, просто не стыковка разных отделов. Поскольку их разработкой и производством, и дизайном занимается достаточно много разнообразных людей. А я так думаю, что в рамках первой серии трансформеров участвовала одна команда, а в рамках последующих серий уже другая, третья, четвертая, пятая и так далее. Голова, например, вращается. Руки вращаются. В локте сгибается и поворачивается в стороны. Торс не вращается, но можно поднять ногу вперед. Ногу назад тут уже не особо можно. Ну вот, если постараться, то чуть-чуть можно повернуть. Колено есть. И, в принципе, наверное, еще можно в стороны. Так же, да. Ну вот, сколько позволяет расстояние между колесами на ногах. Вот такой вот трансформер. Давайте начнем его трансформацию. Ведь, по сути, это самое главное, что в них есть. Помимо того, за что их еще любят, это передача, образа. То есть, можно сказать, трансформеров любят по трем причинам. Первая – это механика трансформации, уникальная, неповторимая, занимательная. Вторая часть – это отображение любимого персонажа киногероя, или мультгероя, или комикс-героя, любого героя. И третья часть – то же самое, но с экшен-составляющей. То есть, ты его оживляешь с помощью модели трансформера. Музей их любит за то, что они могут трансформироваться, за наличие в них невероятной механики трансформации. У каждой модели своя механика, со своей логикой, со своими плюсами и минусами. За минусы мы их не очень любим, а за плюсы – очень. Вот так вот мы сложили, выдвинули, ручку вниз. И теперь мы это все просто сюда задвигаем, задвигаем. И вот тут вот фиксируем. Задвинули. Руки поворачиваем, и вот туда вот загибаем внутрь. Они на достаточно плотном соединении, поэтому они не выпадывают. Странно, почему эта штучка решила выпадывать. Может, я что-то не дожжал. И наш. Ну, мне определенно не нравится, что она. Хорошо, ставим. И вот наш рэчет в черном цвете. Службы спасения. Странсформирован. Как модель ездит. Можно сказать, что именно этот молд, этого персонажа, у нас представлен в трех разных вариантах. Пример эдишн в белом цвете и в черном. Черный, белый и такой желто-зеленый. Класс. Снизу, сбоку, сзади, с другого боку, спереди и сверху. Все. Со всех сторон вы его лицезрели. И трансформируем обратно в режим робота. И, кафе. Сантимир faded. Ой. Без твоего рэчета. Всё. окна назад это сюда это сюда еще это поджимает рука сюда вторая сюда накладочки за спину и открываем и вот наш известный кино герой рычет который к сожалению по какой-то непонятной для меня причине погибает в четвертом фильме заочно представлен перед вами на этом в принципе все достаточно скоротечный показался оказался ролик но не менее информативный в рамках того что вы познакомились с этой моделью в рамках экспозиции и сохраненных моделей музея роботов трансформеров надеюсь вы подпишетесь к нам на канал поставить лайк этому видео и обязательно приедем музей роботов трансформеров всем до скорых встреч